Андрей, ты меня бросил? Понимаешь, так все навалилось. И работа, и институт, и Хансен. Знаменитой актрисе Марине Ниеловой уже 74 года. Марина Ниелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. Главную роль в ее воспитании сыграла мама, Валентина Николаевна, именно она поощряла желание дочери найти себя в искусстве. В 4-летнем возрасте с подачи мамы начала заниматься балетом. При этом с самого детства Марина мечтала стать актрисой. Еще будучи студенткой третьего курса Ниелова дебютировала в кинематографе, исполнив сразу две роли в фильме Надежды Кашеверовой «Старая, старая сказка и работа сразу была положительно отмечена критиками». Великая Фаина Раневская, отзываясь о начинающей актрисе говорила, ее талант нуждается в заботе режиссера, товарищей по сцене, всех, кто отвечает у нас за театральное искусство, ибо талант – драгоценность. Первый муж – режиссер Анатолий Васильев. Они познакомились, когда Анатолий Васильев снимал свой дипломный фильм «Цвет белого снега». Свой дипломный фильм я решил снимать в Ленинграде, чтобы от начальства подальше. Искал главную героиню. В сценарии это была странная девочка, немного с придурью в хорошем смысле. На эту роль пробовалось более ста молоденьких девушек. Из балетного училища, художественных школ. Марину нашли совершенно случайно. Из актерского отдела Ленфильма дали ее фотографию. «Так Марина снялась в моем дипломном фильме», вспоминал Васильев. Они поженились практически сразу после выхода картины на экран. Однако после восьми лет брака в 1978 году они расстались. Для многих поклонников советского кино Ниелова останется Аллочка из культовой комедии Георгия Данелия «Осенний марафон», влюбившейся в женатого переводчика Бузыкина. История женщины, оказавшейся частью любовного треугольника, была как будто взята из реальной жизни. В момент съемок фильма Марина Ниелова действительно переживала похожую ситуацию. В начале 80-х годов она встречалась с известным во всем мире шахматистом Гарри Каспаровым. Совпадение личного и киношного подарило зрителям удивительно правдоподобный фильм. Гарри Кимович Каспаров. Он же Вайнштейн родился в семье инженера-энергетика Кима Моисеевича Вайнштейна и инженера Клары Шагеновны Каспаровой. Ее предки носили фамилию Каспарян, однако, подобно многим бакинским армянам, русифицировали свою фамилию еще до революции. Великий гроссмейстер сменил еврейскую фамилию отца на более благозвучную фамилию матери на рубеже 70-х, становясь крутым шахматистом. Настояла мать, Клара Шагеновна, считавшая, что ее сыну будет легче пробиться с фамилией Каспаров. В 1984-1986 годах у Каспарова и Марины был роман. Именно во время их взаимоотношений Гарри Кимович стал чемпионом мира в 1985 году, победив Анатолия Карпова. Роман Марины Нееловой и Гарри Каспарова был бурным и стремительным. Красивая женщина и великолепная актриса на пике своей славы и молодой амбициозный мальчишка, в одночасье прославившийся на весь Советский Союз. Тогда, в далекие 80-е, они любили и восхищались друг другом. Ему 21 год, ей 37. Они не скрывали своих отношений и вместе посещали все светские мероприятия того времени. Гарри, который был младше ее на 16 лет, всегда присутствовал на премьерах Марины. Марина сидела в зале во время важных шахматных турниров. Влюбленные часто расставались из-за разъездного характера работы Гарри. Но тем сладостнее были долгожданные встречи после расставаний. Часами они разговаривали по телефону, компенсируя минуты, проведенные вдали друг от друга. Впервые шахматист увидел актрису в театре. Молодой парень был очарован игрой Ниеловой в пьесе «Три сестры». Она исполняла роль героини Маши. Личная встреча состоялась, когда они оказались в гостях у тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и пианиста Владимира Крайнева. Наше близкое общение с Мариной Ниеловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущения нашей исключительности. Поделился своими размышлениями Гарри в своей автобиографической книге. Влюбленные в то время строили огромные планы на жизнь. После того, как актриса призналась, что ждет ребенка, пара распалась. Мать шахматиста была против романа с Мариной. Она считала, что актриса мешает ее сыну строить карьеру. Но главным аргументом стала профессия Марины Ниеловой, а супруга вполне может заразить Гарри какой-нибудь болезнью. Коллеги актрисы, на глазах которых развивались эти отношения, сочувствовали Марине. Марина Ниелова даже не допускала мысли о том, чтобы избавиться от ребенка. Она твердо решила рожать, тем более, что даже по современным меркам счастья материнства ей пришлось познать довольно поздно. Гарри был послушным ребенком, он порвал отношения с Ниеловой по настоянию близкого человека. «Это не наш ребенок», — сообщила Клара Шагеновна в интервью. «Мама посвятила мне свою жизнь, потому что она этим живет». «Если хочешь жениться на актрисе, лучше женись сразу на целом заводском общежитии», — говорила она своему любимому сыну. Гарри оказался трусоватым маменькиным сынком, не способным принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Это его мама принимала решение, его мама давала интервью по поводу этой ситуации. И именно поэтому история стала достоянием общественности. Но Марина молчала. Общественность была на ее стороне, однако она и слова плохого не сказала в адрес Гарри и его мамы, желавшей сделать из сыночка легенду шахматного мира. Валентин Гафт, никого не стесняясь, заявил, Каспаров недостоин, чтобы его принимали в приличном доме. «Я попытался выбросить все это из головы и сосредоточиться на шахматах», — написал Гарри Каспаров. Марина в 1987 году родила дочку, родства с которой Каспаров так и не признал, несмотря на очевидное внешнее сходство. Многие думали, что Каспаров изменит свое отношение к дочери, когда увидит ее. Девочка очень была похожа на отца. Однако шахматист не захотел увидеть ребенка, объяснив это тем, что он сомневается в своем отцовстве. Позже она нашла свое счастье с дипломатом Кириллом Геворгяном. Через три месяца после знакомства они поженились. Кирилл стал для ее дочки любящим и заботливым отцом. Позже они уехали в Париж, а затем основались в Голландии. Юрист, судья Международного суда ООН. Кирилл Геворгян вспомнил, что познакомился с актрисой Марины Ниеловой. На отдыхе в санатории. У нас курортный роман. Почему-то нас посадили за один стол. А на следующий день нас посадили к столу. А на столе лежала бумажка с надписью. Ниелова, Геворгян, анализ Мачи и Пани Чапаренко. Стало ясно, что это судьба. Шутки шутками, но с этого дня прошло больше 35 лет. С тех пор Геворгян и Ниелова не расставались. Дипломат считает, что ему очень повезло с супругой. По его словам, Марина Мстиславовна обладает прекрасным чувством юмора и легким характером. Ника единственная дочка Марины Ниеловой. Девушка владеет четырьмя языками, французским, русским, английским и голландским, изучает итальянский. Гарри Каспаров по-прежнему не признает свою дочь, хотя с возрастом ее внешнее сходство с Гарри Каспаровым только усилилось. В 2010 году Ника Ниелова одержала победу в престижном конкурсе «Новые сенсации», который проводится Лондонской галереей Сачи Гэлли. Это стало серьезным признанием ее таланта скульптора. Инсталляция Юниеловой принципы повиновения жюри назвала символичной, наполненной смыслом и внутренней энергетикой. Сейчас Нике 33 года. В Англии, Германии, Швейцарии, Франции, Литве проходят персональные выставки ее произведений. Ника очень любит свою маму и питает к ней трепетные и нежные чувства. Хотя я думаю, что она будет это отрицать, мне хочется верить, что я становлюсь все больше и больше похожей на нее. У Ники есть дочка, внучка Марины Ниеловой. Ника назвала наследницу Вьян, девочке сейчас 2 года. Ника Ниелова хочет, чтобы ее дочь была похожей на ее папу и маму. У каждого есть, чему поучиться. В своем аккаунте женщина не рассказывает о личной жизни, там только снимки работ, скульптур, инсталляций. Марина Ниелова научила дочку, что счастье любит тишину. И Ника это усвоила. Каспаров же. Был женат трижды и имеет ребенка от каждого брака. В 2005 году Каспаров официально женился третий раз на даме почти 20 годами его младше. Молодой петербурженке Дарьи Тарасовой. От красавицы жены родились дочь Аида и сын Николас. Она прошла стажировку в США, в Вашингтоне, в аппарате американского президента. Недавно полиция Нью-Йорка проводила проверку по факту домашнего насилия в семье экс-чемпиона. Молодая женщина, всего лишь 5 месяцев назад родившая второго ребенка, была сильно избита, медики диагностировали у нее перелом носа, сотрясение мозга, вывих правого плеча и многочисленные ушибы. Кроме того, неотложная помощь была оказана и девятилетней дочери Тарасовой. Ей обработали неопасные для жизни ссадины и кровоподтеки на лице, шеи, руках. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя. Делись этим видео с друзьями, чтобы и они были в курсе самых последних новостей.